Здравствуйте! Это проект Ревизор. Мы продолжаем инспектировать Ушку-Ломский район. На этот раз мы приехали в райцентр по просьбе родителей дошколят, которые посещают вот этот детский сад. Совершенно новое здание приняло 120 малышей в сентябре прошлого года, но радость длилась недолго. Уже в марте детский сад номер один закрылся из-за жалоб родителей. Именно плохое самочувствие детей и родителей это связывали с воздухом помещений, с неблагоприятным воздействием воздуха. Как в обращении было указано, что воздух имеет стойкий неприятный химический запах. А вы сами его почувствовали, когда приходили сюда? Да, в воздухе чувствуется. Это вот как пахнет, как обычно пахнет в мебельном магазине, в магазине строительных отделочных материалов. Скажите, пожалуйста, вот когда производились строительные работы, вы на этом этапе посещали стройку или у вас не было этого допуска? Я к чему веду? Можно ли было избежать каких-то таких промахов еще во время строительства? С 2011 года Роспотребнадзор не участвует, не контролирует градостроительный кодекс. Поэтому мы не участвуем ни в актах выбора измеренного участка, не проверяем ни проектные материалы, и не участвуем при сдаче объектов эксплуатации. То есть максимально упростили жизнь застройщикам, а они теперь этим пользуются как могут? Да, скорее всего так. Сразу после закрытия детского сада на экспертизу в Сыктывкар и Санкт-Петербург были отправлены фрагменты строительных и отделочных материалов, а также части мебели. Пока специалисты выясняют, безопасны ли материалы, судебные приставы наложили на здание арест, а к административной ответственности привлекли заведующую детского сада. Заказчиком, застройщиком кто является? Администрация муниципального района. А виновной оказалось? Юридическое лицо получается, да, детский сад номер один. Нет, административный материал составлен в отношении юридического лица вот этого дошкольного образовательного учреждения и, соответственно, меры административного воздействия в отношении юридического лица, то есть детского сада. Понятно, что здесь не совсем целесообразно было наказывать детский сад. Я бы даже сказал, что совсем вины детского сада в этом нет. Абсолютно, конечно, потому что данный объект в оперативное управление был передан дошкольному учреждению уже в том виде, в каком он есть. Я правильно понимаю, всех работников вы трудоустроили, а вот как быть с детьми? Все ли нашли места? Ну, не всех работников. Некоторая часть, небольшая часть, они вышли в отпуска, а основная масса, конечно, они также работают в дошкольных учреждениях. А детки? По детям, практически все дети были у нас перераспределены временно. На каком этапе сейчас находится экспертиза по детскому саду, а также вопросы по строительству полигона для утилизации твердых бытовых отходов и ремонту дорог? Обо всем этом спросим у главы Усть-Куломского района. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. У нас есть несколько вопросов, которые мы хотели бы задать по вашему муниципалитету. И первое, конечно же, касается детского сада. Скажите, пожалуйста, когда закончится экспертиза и что вообще будет с этим детским садом? Ну, действительно, на сегодняшний момент садик закрыт на 90 суток. Основная причина – это наличие определенно допустимой концентрации формальдегида. С помощью подрядчика мы сдали основные материалы, где мы предполагали, что может быть наличие формальдегида. Это часть фанеры от плит, это мебель, это часть линолиума. Ну, там 5 или 6 позиций было. На сегодняшний момент протоколы пришли. Это из города Санкт-Петербург делала одна из лабораторий. Сегодня предельно допустимой концентрации ни в одной из материалов нет. То есть, где мы предполагали, самая большая вероятность сегодня нет. Для наших зрителей, один из главных вопросов, да, это все-таки кто виноватый, нужно понимать, что, во-первых, все материалы сертифицированы. Мы не подписываем никакие акты, не понимая, что это все сертификаты у них гособразца. И те же плиты сегодня промкомбината и тот же линолиум, все абсолютно сертификаты есть. Второй момент, что санэпидемическое заключение было получено нами, но в этом стандартном санэпидемическое заключение там нет анализа на формальдегид. И предполагать, что формальдегид там был, мы, конечно, не могли. А подрядчики от своих слов не откажутся? Они произведут ремонт необходимый, если вдруг выяснится, что формальдегид в материалах действительно есть? Нет, абсолютно у нас нормальный диалог, и все активно абсолютно работает. То есть, ну, это в их интересах все-таки, они не первые строят объект, поэтому, ну, и в том числе, понятно, что все-таки промкомбинаты, это республиканские объекты очень серьезные, и они тоже заинтересованы. Дмитрий Александрович, Вы приступили к реализации очень важного проекта строительства полигона по твердым бытовым отходам. Скажите, пожалуйста, расписаны ли этапы, и каким образом пойдут деньги на реализацию этого проекта? Ну, нужно понимать, что достаточно долгий проект, мы фактически третий год уже к нему идем, и вот так вот просто его не выстроить. Вот сейчас мы для себя определенный этап наметили, это вот в прошлом году мы сделали рекультивацию действующей свалки, чтобы лет на пять уже не беспокоиться, как у нас было раньше, там, и горбыль горелый. Это первое. И второй момент, то, что мы по раздельному сбору, вроде бы раздельного сбора еще нет, но мы уже работаем. Это мы закупили порядка 50 евроконтейнеров, установили площадки в прошлом году, и было пять. И потихоньку начали уже соседние населенные пункты, усть-колбомы, включать в эту работу. Значит, у нас подключились это паспам, это носим, это кужба. И потихонечку мы будем выстраивать эту систему, чтобы люди привыкали, что есть контейнеры. Кстати, контейнеры очень хорошие, и защита и от животных, и от вандальных. И вот, поэтому вот эту систему раздельного сбора мы налаживаем. И все это к главному итогу строительства полигона, который, опять же, достаточно отдаленный проект, потому что мы сейчас проходим пока экспертизу. Мы рассчитываем, наверное, это будет только, наверное, третий или четвертый квартал, когда мы экспертизу получим. Как только экспертизу получим, мы уже с Минприроды об этом договаривались, что пока не поднимаем вопрос финансирования, потому что нет документов на руках. Как только появится, тогда мы уже проговариваем финансирование. Проект, конечно, очень дорогой, и очень дорогой, поэтому я думаю, что не просто будет найти финансирование, но я думаю, что в лучшем случае это будет 16-17 год. На одном из совещаний здесь, в Республике Коми, в Сактывкаре, был озвучен как раз-таки вопрос по поводу снабжения котельных пилетами с Юга Дьяга. Предприятие ведь сейчас не работает. Действительно, на сегодняшний момент оно устоит. Значит, это индивидуальный предприниматель Белый реализует свой проект, достаточно дорогостоящий, по меркам нашего района. И он один из двух, у нас это второе производство брикетное, заготовил он порядка 200-250 тонн брикетов, и на сегодняшний момент смогут быть порядка 100 тонн всего лишь. Поэтому мы вынуждены были остановить, так было 8 рабочих мест. Основная проблема, во-первых, это молодое производство, начиная с того, что не все сертификаты есть, сейчас как раз в Киров сдали для того, чтобы с Коми-Тепловой компанией отработать. То есть первое определенное, подождать тоже нужно. То есть вы хотите сказать, что это предприятие может на общих основаниях поучаствовать в тендерах на следующий отопительный сезон? Мы готовы сегодня переводить свои объекты на пилеты. И пробные пять объектов мы сегодня сформировали, которые мы бы хотели. Подготовили буквально недавно, делали, за технико-экономическое обоснование по переводу. То есть посмотрели, какие цифры, какие необходимы средства по переводу. И, конечно, в принципе, интерес есть. Здесь у нас те объекты, скажем, поселок Шириаг мы рассматриваем, там два объекта образования. Значит, окупаемость, если мы поставим там котлы, вот два года, два с половиной года, она уже окупилась бы. Но единственная проблема, что достаточно дорого. Мы очень хотим сами стать рынком для нашего биотоплива, потому что уже видим экономический эффект. Мы с Министерством архитектуры и с Коми Тепловой проговариваем по нерентабельным котельным, что как с ними быть. И вот этот Донской вариант, он вполне реальный у нас в нескольких населенных пунктах. Мы смотрели, это минимум три населенных пункта, где Донской вариант котельным можно было бы сделать. Мы даже не против забрать эту котельную себе. Но у нас, к сожалению, нет оборотных средств, чтобы ее построить. Ну и один из самых важных вопросов. Скажите, пожалуйста, будет ли в этом году строиться или же ремонтироваться дорожное полотно? К сожалению, оптимистичной информации у нас нет. В прошлом году был хороший год для нас. Почти 30 километров республиканских дорог было отремонтировано, кроме наших районов. В этом году цифра на порядок меньше. Но предварительно объявляется аукцион на ремонт дороги от Усть-Кулума до Помоздина. Сейчас там очень плохая дорога. Там большой лот на несколько лет, на районном минимуме на три года. В этом году пока сумма предварительно Дорожного агентства получена 50 миллионов. Я думаю, что это минимум, это достаточно скромно. Значит, второй момент. Мы с Дорожным агентством договорили, что в мае мы еще раз объедем республиканские дороги, где самая аварийная ситуация и на ремонт так называемых картами, когда делается не капитальный ремонт, а сверху кладется слой, чтобы достаточно было проезжие. Не ямочные, а сплошные слой. И в мае мы это сделаем. И в прошлом году сумма достаточно тоже неплохая была. Порядка 10 миллионов рублей только на картами. В этом году тоже, ну, это минимум, эта сумма будет. Но я думаю, рассчитываем, что сможем убедить Дорожное агентство, что сумма была больше. Ну, у нас есть своя программа районная и Дорожный фонд. Мы тоже. В этом году мы делаем порядка трех километров до деревни Бадельск. Мы просто там уже третий год работаем и хотим уже наконец-то завершить. То есть, по чуть-чуть делаем, полтора-два километра. В этом году три. И мы фактически до Бадельска завершим работу. И в поселке Белоборск. У нас тоже там сложная ситуация. Подъезд до поселка Белоборск. Порядка двух километров в этом году будет. То есть, свою программу реализуем. Но параллельно у нас еще ведутся и проектные работы. Мы Большой Моск проектируем уют. Значит, проектируем там водопропускные трубы. Это тоже финансово затратное. Можно понимать, что обычно цикл где-то двухгодичный. То есть, мы сегодня будем в этом году строить те объекты, которые еще проектировали вот в те годы. Ну, хочу отметить, что уроки прошлого года мы учли. И аукционы по своим дорожному фонду мы уже объявили в прошлом году. То есть, у нас даже подрядчик уже завез грунт. То есть, как только высохнет, мы можем приступить, чтобы не в октябре, а в прошлом году, если честно, были такие у нас прецеденты. А чтобы это было все во время. Вопрос завершающий. Всего месяц остался до празднования юбилея Победы. Скажите, пожалуйста, что в вашем районе было сделано вот к этому празднику? Ну, мы не живем только одной датой, 9 мая. Мы живем целым годом, которым посвящено именно дата, это 9 мая, в том числе году патриотизма. Поэтому все мероприятия, которые мы проводим, мы все превращаем этому. Ну, простой пример. Завтра у нас день КВН будет проходить по Моздино. Название игры «Мы патриоты». Из таких крупных и финансово затратных у нас издаются две книги. Одну уже издали в рамках года патриотизма. Это посвящено афганцам. Это такой большой фотоальбом. Думаю, это с республиканским союзом афганцам уже выпустили в феврале. И вот сейчас вторая книга выходит посвящена турженикам тыла. Всем турженикам тыла. Две тысячи человек, информация о всех буквально сейчас выйдет на днях. Ну, то есть финансово затратных и интересных таких вещей. Ну, не знаю, вот 17 апреля у нас будет вип-звезда, где семь пар будут петь именно песни военных лет или посвященные там патриотизму. То есть какие-то изюминки. Ну, я его репетирую. Дмитрий Александрович, мы вас благодарим за такие полные и конкретные ответы. Тем не менее, ситуацию с детским садом, вывозкой мусора, а также с ремонтом дорог мы будем держать на собственном контроле. На следующей неделе ревизор отправляется в Сыктывденский район. В среду, 15 апреля, съемочная группа будет работать в селах Новоипатова и Маджа. Заявки на съемку и обращение граждан принимаем по этим адресам.